Мавпа размалёвана. Итоги дня в прямом эфире на ОТВ. Это время новостей о главных событиях четверга. Расскажем мы, Даниил Вачикжанин и Юлия Макарова. Вот некоторые темы выпуска. Сказка не устояла. Сегодня городок закрыли. Вот сейчас я пришёл разрушить скат. С топорами и лопатами. В ледовый городок нагрянули рабочие и снесли все горки. Рыбий жир против коронавируса. Вообще, в принципе, вся ангелоритет. А, ну, конечно, рыбий жир. А, это просто рыбий жир? Омега-3 и противовирусные препараты. Челябинская аптека заявила, что нашла лекарство от коронавируса. Спасительная мяу. Лёш, посмотри, какой ты жар. А ты же умный. Посмотри, какой ты хороший. Кот по кличке Лёшка стал героем. Пушистик спас из огня свою хозяйку. Начал таять на глазах. Ледовый городок не выдержал аномального февраля. Сегодня горки сравнялись с землёй. Топорами и лопатами рабочие снесли сказку на площади революции. Такое решение приняли в мэрии. За время оттепели конструкции сильно деформировались и стали просто опасными. Но челябинцы возмутились. Многие сегодня с детьми пришли скатиться с горы. Маргарита Хижняк с подробностями. Вот и сказочке конец. Ледовый городок на площади революции не выдержал аномально высоких южноуральских температур и начал таять. Администрация Челябинска приняла решение сносить ледяной городок. Он начал таять и горки стали просто опасными для детей и для взрослых. Недавно здесь была специальная комиссия, которая осмотрела все объекты. И их вердикт – восстановить объекты нельзя. Сказку пора демонтировать. Вот сейчас рабочие разбирают среднюю горку. Большие горки уже разобрали. Дальше на очереди забор, который идёт по периметру. В последнюю очередь будут убирать вот эту фигуру. Для этого понадобится бензопила. Ломаем скаты, чтобы ребятишки не катались. Потом в дальнейшем убираем по электро части деревья. Убираем сегодня. Ну вот запланировано на сегодняшний день. А потом уже дюралайт в стенах, которые светятся. В фигурах везде подсветка. Всё будет убираться. То, что ледяные фигуры пора сносить, видно невооружённым глазом. После недавней оттепели и тёплого дожда, который в Челябинске прошёл на коммуне, лёд стал пористым и хрупким. И при малейшем ударе конструкции могут обвалиться. Тут что-то опасно стало, да? Интересно. Ну вообще-то должно быть так сделано. Когда провода зимы, тогда потом уже и убирать. Вообще-то, почему бы детям не покататься ещё? Детей много, гулять охота, но негде. Напомню, ледовый городок за эту зиму закрывали несколько раз. И всё из-за тёплой погоды. К слову, большинство фигур ледяных снесли ещё на прошлой неделе. Убрали петушка, снежную королеву и маугли. Вот от них остались только постаменты. Их снесут тяжёлой техникой до конца недели. Хочется отметить, что обычно ледовый городок радует жителей вплоть до конца февраля. В этом же году из-за небывалой тёплой зимы его закрывают на две недели раньше. Маргарита Хижняк, Павел Клементьев, ОТВ. Эту зиму климатологи называют самой тёплой за 130 лет. Перепады температур – идеальное условие для образования сосулек и наледи. Свисающая глыба – головная боль управляющей компании. Накануне Алексей Текслер поручил главам городов и районов лично контролировать уборку ледяных наростов. Перепады температуры провоцируют активное нарастание льда на крышах и карнизах. Управляющие компании за день объезжают до 10 домов и нередко возвращаются с отработанным адресом спустя несколько дней. Я не помню такой погоды уже, ну, наверное, лет 10. То есть обледенение происходит за счёт тёплого воздуха, который у нас минус-плюс, да, и отопление, которое находится на верхнем розливе, на чердаке. Сбиваем сосульки, я так могу даже сказать, в авральном режиме. Напомню, накануне Алексей Текслер поручил главам городов и районов лично контролировать уборку ледяных наростов, а также чистку тротуаров и дорог. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Именно эту фразу из легендарного кинофильма следует взять на заметку, выходя из дома. Сосульки опасны. И чтобы не попасть под ледяную глыбу, нужно быть внимательным и следовать простым правилам. Каким? Сейчас расскажу. Итак, опасные места на выходе из здания, особенно под крыльцом и балконами. Сосулек там примерзает огромное количество. Чтобы не стать жертвой падающей глыбы, у подъезда внимательно посмотрите наверх, на карнизы, крышу. Лучше надеть капюшон, есть вероятность того, что он смягчит удар. Ещё один способ не угодить под падающую сосульку самый простой – идти быстрее. И опасное место лучше просто пробежать. Падая наледь издаёт сильный шум, он слышен, и когда сосулька съезжает с крыши. Если глыба мчится прямо на вас, нужно крепко прижаться к стене. Если на доме скопилось много сосулек, нужно жаловаться. В первую очередь, обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которая обслуживает этот дом. Спасибо. Челябинская аптека нашла лекарства от коронавируса. По крайней мере, она так заявляет в своём рекламном буклете, что якобы рыбий жир и обычные противовирусные творят чудеса. Листовка с описанием методов лечения уже стала поводом для обсуждений и шуток в социальных сетях. Наш коллега Леонид Клеменчук отправился в аптеку, чтобы выяснить, насколько такие препараты действенны. В одной из сетей аптек города появилась реклама о препарате против коронавируса. Это лекарства Ремантадин и Омега-3. Сейчас мы зайдём в аптеку и узнаем, так ли это. Долго искать препараты не пришлось. Они сразу на витрине указ. Правда, рекламы, что именно Омега-3 или Ремантадин помогут в профилактике лечения коронавируса, нет. Вообще, в принципе, вся Омега-3 это иммунитет. А, ну, конечно, нет. Вы без иммунитета. А, это просто рубежиш? А почему у вас какая-то реклама идёт против коронавируса, что-то такое? Это не ваша реклама, нет? Нет, ничего. Но буклет предательски говорит, что купить убойный коктейль против вируса можно именно в этой аптеке. Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку аптечной сети. На такую рекламу пожаловались челябинцы. В социальных сетях люди в чудодейственное свойство рыбьего жира не поверили. С помощью Ремантадина можно лечить коронавирус. Жаль, китайские врачи об этом не знают. Протестированный Еленой Малышевой, наверняка там в них активированный уголь и подорожник. А где же звёздочка? Возвращалась из больницы на такси. По радио крутили рекламу. Лечение и профилактика от коронавируса орбидол. Доказано и бла-бла-бла-бла. Вот тут-то я офигела. В Росздравнадзоре о рекламе уже знают. Специалисты рекомендуют не верить брошюрам в аптеках и любым другим подобным объявлениям. Получить консультацию при первых симптомах заболевания. Лучше всего у врача. Методические рекомендации, клинические рекомендации сдаёт Министерство здравоохранения Российской Федерации. Исходя из этих, назначаются и для профилактики каких-либо заболеваний, или же для лечения. Только медицинские работники. Антимонопольная служба проверит рекламные листовки на наличие недостоверной информации. Если факт нарушения найдут, то сеть аптек ждёт крупный штраф. До 500 тысяч рублей. Леонид Клеменчук, Надежда Головина, ОТВ. Провериться на коронавирус можно в любой поликлинике. Министр здравоохранения области рекомендует всем, кто имел контакт с китайскими гражданами, проверить себя на заболевание. Это касается и тех, кто не выезжал за границу. Это будет, наверное, правильно, я думаю, прийти в поликлинику самостоятельно и сказать, знаете, я приехал из Таиланда, там у меня как бы был контакт, и с китайцами жили в одной гостинице, или где-то мы на экскурсии были вместе. Можно мне измерить температуру, да, посмотрите, нет ли у меня каких-то признаков, но на самом деле я себя чувствую хорошо. Министр добавил, у нового вируса нет отличительных симптомов, признаки похожи на грипп и ОРВИ. В Челябинске в туберкулезном корпусе на ЧМЗ содержится 15 граждан из Китая, столько же человек в МИАСе. Ни у одного из пациентов признаков коронавируса медики не обнаружили, всего под наблюдением в области больше 400 человек. Это те, кто, возможно, имел контакт с зараженными. Еще два вуза в Челябинске ушли на карантин. По домам отправили студентов медицинского и аграрного университетов. Внеплановые каникулы продлятся до 18 февраля. В других городах области количество заболевших также растет. В Магнитогорске на карантин закрыли 310 классов, это около 2000 школьников. Преимущественно болеют дети, пока эпидпорог не был достигнут ни по одной возрастной группе, но если динамика заболеваемости сохранится, уже скоро во всех школах Магнитогорска введут карантин. По школьникам, мы уже говорили с вами на эту тему, мы приблизились к эпидемическому породу. И уже отсюда, какая будет идти динамика заболеваемости ежедневная сейчас, на эту неделю, будет штабом принято решение о необходимости закрытия школ на карантин. Все это будет видно уже в динамике за эту неделю. Медики заявляют, что в этом сезоне нет случаев заболевания тяжелыми формами вирусных инфекций. На сегодняшний день у нас лежат в стационарах 97 человек. Из них 19 человек взрослых и 78 детей. Из 19 взрослых у двоих только есть грипп. Грипп не тяжелый, грипп Б. И вообще тяжелых пациентов с вирусными инфекциями гриппа в этом сезоне не было. Эпидемический порог среди школьников региона превышен почти на 80%, хотя в целом заболеваемость у детей начала снижаться. Проектирование нового корпуса детской областной больницы приостановлено. Минстрой заявил, что пока работы замораживают. Чиновники, общественники и горожане не могут договориться, где должна расположиться новая больница. Ранее предлагались различные варианты размещения корпуса. Для него нужна большая территория. Больница должна находиться непосредственно вблизи медгородка. То есть разместить, выполняя все противопожарные требования, требования градостроительных регламентов и требования, безусловно, медико-технического задания на территории, на земельном участке, предоставленном нам для проектирования строительства, невозможно. Против строительства хирургического корпуса в Бару и общественники. Они считают, что это навредит экосистеме. Сейчас в администрации города проходят заседания рабочих групп, чтобы выбранное место устроило всех жителей Челябинска. Мне хотелось бы отметить, что мы сейчас максимально с участием общественности, учитывая мнения, принимаем взвешенные решения. И максимально происходят сейчас рабочие группы с выездами на место, вместе с общественниками, с экологами, максимально учитывая возможность строительства на этом месте. Закончить проектирование хирургического комплекса планируют до конца 2021 года. Уже в 2022-м должно начаться строительство. В Челябинске давно необходим полноценный центр детской хирургии. И такая возможность у области появилась. Из федеральной казны направят 5 миллиардов рублей. В Челябинске объявлен режим НМУ первой степени опасности. Жители города жалуются на едкий запах, дым и гарь. Во всех районах одновременно работает несколько передвижных станций и мониторинга атмосферного воздуха, как государственных, так и общественных. Для выяснения ситуации, экопатруль организации «Антисмог» совершил полет на мотопараплане над озером Смолино. С высоты птичьего полета они увидели плотную дымку серого цвета. По данным Челябинского гидромедцентра, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности продлится до завтрашнего вечера. В это время крупные промышленные предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20%. На ЧМК сокращается производительность оборудования и приостанавливает работу шести печей. На Челябинском метургическом комбинате рассредотачиваются по времени технологические агрегаты, выводятся из эксплуатации две методических печи. Прекращают отдельный вид работ и на трубопрокатном заводе на высоте 239 Минплита вводит запрет на эксплуатацию тепловоза, а на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2 ограничивают работу оборудования. Через минуту сразу после рекламы смотрите в нашем выпуске. Лица Победы. На улицах южноуральских городов развесят портреты ветеранов. Проделки Купидона. Надеемся, что один им принесут маленьких рысят. Очень милых. В Челябинском зоопарке рыси образовали пару и заселились в один вольер. С вещами на улицу. Я хочу, чтобы я уверен с вами проводил. Отца-одиночку выселяют на улицу. Почему, расскажем в рубрике «Происшествия». Если «Вольксваген Поло», то в автоцентре «Керк». Кредит от 3,9% годовых. Подробности на сайте kerk.ru В Челябинске проходит благотворительный турнир по боулингу. Участники собирают деньги на лечение маленького челябинца. У трехгодовалого малыша лейкоз. Соревнование проходит в жанре вестерн. Многие пришли в шляпах и пончо. Наш корреспондент Маргарита Хижняк пообщалась с участниками. И ей слово. Турнир по боулингу сейчас в самом разгаре. Все участники уже размялись и вошли в азарт. Что касается команд, их всего здесь 12. И все они из разных сфер. Это есть и охранники, и страховщики, и фермеры. И здесь есть даже команда модели 35+. Кстати, они, по-моему, больше всего страйков и выбивают. Слева от меня играет команда правительства Челябинской области. Ну, конечно, не могли обойти мероприятие стороной. И наша команда, команда медиахолдинга ОТВ, ее возглавляет директор Олег Ербер. Олег Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы одни из тех, кто соблюли дресс-код. Как, мешает или, наоборот, помогает эта одежда? Ну, конечно, в такой одежде играть немножко тяжело. Но ничего, главное, это вот антураж этого мероприятия. Это действительно важно. Скажите, у нас есть какие-то хитрости, лайфхаки? Как будем выигрывать? Умением будем выигрывать. Как всегда, надо просто больше и лучше работать и, собственно говоря, тренироваться и играть. Если вы посмотрите на результаты, пока у нашей команды все шансы, потому что подходит к концу первая игра. Так вот, если посмотреть на конкурентов, судя по всему, мы и пока лидируем. Да, нам тут никто не ровнее. Абсолютно. Скажите, у нас вот сугубо мужская команда. Почему так получилось? К сожалению, у наших любимых девочек, вы знаете, такая косметическая особенность, длинные ногти. А вот эти шарики, в них иногда очень сложно засунуть пальчики с ногтями. Они часто обламываются. Поэтому, к сожалению, мы не нашли просто девочек, которые могли бы с нами сыграть. Мы были бы очень рады. И на следующий такой турнир мы обязательно придумаем и найдем, возьмем с собой. Так, отличный. Конечно. Спасибо вам большое. Отмечу, что это уже седьмой благотворительный турнир по боулингу. В этот раз все собранные средства пойдут на лечение Матвею Зинчуку. Это трехлетний мальчик из Челябинска. Он болеет лейкозом. Ему срочно нужна трансплантация стволовых клеток. А до этого нужно пройти курс лечения. На это нужно 350 тысяч рублей. И за сегодняшний день здесь, на турнире, эту сумму планируют собрать. Кот по кличке Лешка стал настоящим супергероем. Пушистик спас свою пожилую хозяйку из горящей квартиры. Пенсионерка крепко уснула и не почувствовала запах дыма. На кухне загорелась проводка. Но кот Алексей проявил бдительность. Сначала мяукал и царапался, а потом пошел на крайние меры и укусил хозяйку. Андрей Михайлюк встретился и с героем, и со спасенной женщиной. Ему слово. Специально ему грудку покупаю. А если нет грудки, однажды купила сосиски, хорошие такие, но не детские. Он понюхал и ушел. У кота-спасителя настала сладкая жизнь. С ряженкой, отварным мясом и сосисками. Дина Матушкина в кошачьих деликатесах любимцу не отказывает. Алексей и не привередничает. Так зовут кота. Пушистик ест все, правда сосиски иногда ему не по душе. Леша настоящий герой. Он практически спас свою хозяйку из горящей квартиры. Клубы дыма и огонь шел вот здесь. Огромный холодильник уже сгорел весь. Перед маленько остался. Так там все продукты, все. А здесь была плита, такой толстый шмур, он горел. На кухне загорелась проводка и дым охватил всю квартиру. На стенах до сих пор черным слоем лежит копоть, а пластмассовые жалюзи расплавились. Если бы не смелый настойчивый кот, пожар мог бы обернуться трагедией. Но бдительность Лешу не подвела. Кричу, Леша, Леша, он меня бьет по щекам, Леша. И за голову схватил, вот за волосы, когда потянул, вот я проснулась. Потому что он, видимо, долго меня бил, чтобы я проснулась. Я проснулась, дымал, полная квартира, я не могу дышать, я закашлялась. И вот быстренько дверь открылась. После пенсионерка побежала к соседям. Они уже вызвали пожарных. Спасатели обесточили дом и потушили огонь. После признались, еще пять минут и спасать было бы некого. Дина Николаевна пушистому любимцу благодарна вдвойне. Проводка загорелась за один день до 79-летия пенсионерки. А так бы бабка уже вознеслась туда. Теперь Дина Николаевна готова исполнить любой каприз Алексея. Со следующей пенсии пообещала прикупить индейки и консервы с тунцом. Они любимое лакомство Леши. Андрей Михалюк, Антон Щербинин, ОТВ. В историческом музее Южного Урала открывается уникальная выставка одного экспоната. В честь 75-й годовщины Великой Победы посетители смогут увидеть медаль за оборону Сталинграда. Вопреки заявленному формату на стенде выставили еще несколько экспонатов. Вот мы видим медаль за оборону Сталинграда. Вот она сама, это удивительная награда. Здесь изображены бойцы, которые защищают город на Волге. Медаль за оборону Сталинграда принадлежала ветерану войны Владимиру Гракову. Такие получили около 760 тысяч человек. Среди них не только военные, но и мирные жители осажденного города и даже подростки. Здесь же представлены и медали за победу над Германией, за освоение целины и трудовое отличие. Все награды ветеран получил уже в мирное время. Дело в том, что война заканчивается, а жизнь-то она продолжается. И человек, бывший рядовым бойцом во время Великой Отечественной войны, получил ряд наград на ней. Вот как раз медаль за оборону Сталинграда, ну и после окончания медаль за победу над Германией. Но после этого его жизнь, естественно, продолжилась. Таким образом, всего несколько небольших артефактов должны рассказать посетителям одну из важнейших историй Великой Отечественной войны. Музей сейчас готовит целую серию выставок подобного формата, которые будут проводиться на протяжении всего года. На улицах южноуральских городов развесят портреты ветеранов. В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера стартовал проект «Лицо Победы». Областной совет ветеранов подобрал 156 самых уважаемых и известных кандидатур и отправил их на фотосессию. В перерыве между съемками с настоящими героями пообщался и наш корреспондент Денис Киселев. Вспышка, камера. В свои 94 Александр Шаламов в кадре держится уверенно. Тушеваться не привык. Ветеран войны всегда умел проявлять свой характер, особенно на поле боя. За это неоднократно был награжден. Самая памятная награда – Орден Славы. Во время боя я вытащил со своим товарищем с поля боя заместителя командира полка по 2-й части. Я его очень тяжело ранила. И вот за этот поступок меня представили к Ордену Славы. Александр Шаламов участвует в проекте «Лицо Победы». Так в Челябинской области хотят увековечить память ветеранов. Снимки появятся на рекламных баннерах. В числе первых Александр Леонидович получает и медаль к 75-летию Победы. На церемонии в резиденции губернатора. Памятную награду получает и Александр Митрофанов. Вам от президента медаль памятная в честь 75-летия Победы. Спасибо. 17-летним юноше Александра Павловича призвали в армию. Свой долгий путь до Берлина он начал в 43-м году. На войну попал связистом и сразу на Курскую дугу. Там его контузило. Затем лежал в госпитале, а после вернулся на фронт. Но уже артиллеристом. Едва сдерживая слезы, дочь ветерана рассказывает о подведе отца. Увидел фашистский самолет. И поскольку он слышал бывалых солдат рассказы, что самолет можно подбить из винтовки, он решил это сделать. Очень сильно папу контузило одной из брошенных бомб. Его засыпало, но его смогли спасти, откопали. Акция «Лицо Победы» приурочена к празднованию 75-летия Победы. Фотографы отправятся в районы Челябинской области и сделают снимки 156 ветеранов Южного Урала. Дальше эти фотографии как раз вместе с дизайнерами и фотохудожниками мы переместим на информационные и рекламные праздничные носители. И все это появится, мы надеемся, задолго до 9 мая. На баннерах вместе с фотографиями появятся и слова благодарности ветеранам. Рекламные конструкции с портретами героев разместят по всему региону. Денис Киселев, Павел Клементьев, ОТВ. Лосиха преследовала инспекторов нацпарка «Зюрадкуль». Но с добрыми намерениями вместе с сотрудниками заповедника она отправилась в рейд. За снегоходом бежала больше полутора километров. Домой! Домой, Даренушка! Домой! Сотрудники нацпарка пытались остановить Лосиху Дарену. Ее отговаривали от спринтерского забега и просили вернуться домой, на кордон. Но она все же решила отправиться в рейд. За снегоходом сахатая бежала больше пяти минут, а затем все же настигла людей на перевале возле хребта Нургуш. Дарена, вот ты все-таки пришла. Дарена живет в реабилитационном центре с годовалого возраста. В доме Лося Сахатка, она самая старшая. Ей уже 9 лет. Как и других лосей, Дарену подкармливают сотрудники нацпарка. После такого забега инспекторы прозвали Лосиху неофициальным инспектором-марафонцем. В Челябинском зоопарке любовь. Чувства вспыхнули сразу у нескольких постояльцев. В преддверии Дня влюбленных рыси образовали пару и заселились в отдельный вольер. Пока дикие кошки просто дружат. Но зверинцы надеются, что у Романа будет продолжение. Кто в зоопарке не стал дожидаться весны и нашел пару, расскажет Эльвира Хафизова. Рысь, персик и пятнышко в один вольер заселились 5 месяцев назад. Пока просто дружат. От совместной жизни не устают. В просторном вольере много места для кошачьих игр. Симпатию диких кошек сотрудники считают хорошим знаком. Здесь тоже есть свои тонкости и сложности. Если что-то сделать неправильно, может получиться так, что животные просто друг друга не примут. Потому что все-таки это кошачьи, а кошачьи чаще всего одиночные хищники. И они другую особь на своей территории воспринимают не очень положительно, скажем так. Поэтому нужно правильно познакомить, нужно правильно ввести на территорию, чтобы не было никакой агрессии. Снежный барс Ермак пока что живет без пары. Грациозная кошка привередлива. Больше внимания оказывает сотрудницам зоопарка. Ближе к обеду или к ужину. Вот и все. Ждется мало. Наташа придет. В Челябинском зоопарке нашли свои половинки – альпаки, верблюды и выдры. Если образовавшуюся пару временно разъединить, животные тоскуют и могут заболеть. Тяжелее всего расставание переживают самцы. Мы очень часто наблюдаем такие ситуации, когда либо кого-то просто на элементарную вакцинацию забрали. Конечно же, видно, там скупая слеза мужская может упасть из маленьких глазок. Это очень прелестно. Но мы стараемся делать это как можно реже. Традиционно в марте питомцы зоопарка проявят больший интерес друг к другу. Сотрудники ждут пополнения в семействах рысей и верблюдов. Эльвира Хофицова, Андрей Михайлюк, Надежда Головина, ОТВ. На этом у нас все. Если у вас есть интересные видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере и ватсапе. Номера на экране. Сразу после выпуска. Александр Захаров с новостями спорта. А мы встретимся на ОТВ в полночь. Если Volkswagen Polo, то в автоцентре Керк. Кредит от 3,9% годовых. Подробности на сайте kerk.ru Volkswagen Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Живи там, где хочется. Переезжай в готовые квартиры в загородном квартале «Белый хутор». Здесь надо жить. Застройщики у КЖСИ. Звони 245-60-60. Саша, что ты делаешь? Я пытаюсь найти формулу любви. Включайте свои телевизоры завтра с 7 до 9. Тема эфира «Формула любви» на ОТВ. Здравствуйте. Это новости спорта в студии Александр Захаров. Бадминтонист Владимир Иванов отправился на чемпионат Европы, а Валерий Нечушкин забил свою 11-ю шайбу в НХЛ. Все подробности в нашем обзоре. Воспитанник челябинской школы «Трактор» Валерий Нечушкин забросил 11-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в составе клуба «Колорадо» во встрече с «Аталой». Сейчас в активе 24-летнего южноуральца 23 очка в 50 встречах. Напомню, что в прошлом сезоне Нечушкин установил неприятный для себя антирекорд, став первым в истории НХЛ игроком, который ни разу не забил в 50 играх. Безголевую серию, составившую 91 матч, ему удалось прерывать только в ноябре 2019 года. Челмет одержал трудную домашнюю победу над молотом при камне, сумев отыграться после пропущенной в начале встречи шайбы. В первом периоде отличился 18-летний форвард челябинцев Константин Лукин. Он продемонстрировал мастерство в обводке соперников и точно бросил с неудобной руки поворотом Ильяса Гафиулина, забив свой первый гол в высшей хоккейной лиге. Мы начали оброняться в своей зоне. Там человек из противоположной команды отдал на пятак. Я ее подобрал, побежал, на неудобную убрал, и сусон бросил в дальний угол. После перерыва Иван Ширяев вывел хозяев льда вперед. И подопечным Алексея Тертышного удалось удержать минимальное преимущество до окончания основного времени. Концовка, конечно, тут немножко валидольная опять получилась концовка, но мы думали, что выстояли и довели между победой. И это с победой. Готовимся к следующей игре. В регулярном чемпионате АБХЛ команде системы трактора осталось провести три игры на своем льду. Ближайшая с Ишсталью состоится 14 февраля. Челмец с 54 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице. Гости из столицы Удмуртию, набрав 50 баллов, занимают 23-ю строку. А я напомню, что в плей-офф уходят 16 сильнейших команд лиги. Челябинский бадминтонист Владимир Иванов одержал две победы в чемпионате Европы среди мужских команд во Франции. Сборная России во главе со своим капитаном взяла верх над соперниками из Австрии и Ирландии. С каким счетом выиграли наши земляки, знает Валерий Киченко. В чемпионате Европы по бадминтону во французском городе Льевен участвуют 34 мужских и 29 женских национальных сборных. Обе российские команды уже одержали по две победы. Причем мужская дружина разгромила соперников из Австрии и Ирландии с сухим счетом 5-0. Пытаемся на соревнованиях также этот дух боевой победный сохранить и показать в этот раз максимальный результат. До этого у нас пока не было медали, но надеюсь, что в этот раз получится взять, потому что команда сейчас у нас сбалансирована и есть. В играх группового этапа лидеры российской сборной «Челябинец» Владимир Иванов и Иван Сазонов из Москвы выступают в парном разряде с другими спортсменами. Сазонов вместе с Родионом Алимовым из Уфы, а Иванов с москвичом Никитой Хакимовым, кстати, воспитанником челябинского бадминтона. Разные тактики у нас, разные мышления, чуть пришлось подстраиваться. Но чуть-чуть было сомнение в начале, но потом все ушло, когда мы начали уже длинные розыгрыши играть. То есть, в принципе, прошло все нормально. Сегодня россияне завершают круговой турнир матчем с командой Польши, после чего начнутся игры плей-офф. Победители и призеры чемпионата Европы станут известны 16 февраля. А я напомню, что ученик заслуженного тренера России Валерия Лебедева Владимир Иванов претендует на участие в Олимпийских играх 2020, уже третий в карьере. Он является многократным чемпионом страны, чемпионом континента, серебряным и бронзовым медалистом европейских игр в парном разряде. А дзюдо. Спортсмены Челябинской области завоевали три медали на чемпионате России среди инвалидов по слуху в Зеленограде. Чемпионкой страны стала Алина Поздеева. Бронзу получили Василиса Кушко и Юлия Молодцова. Все трое представляют Магнитогорск. За награды состязания в Московской области спорили 150 дзюдоистов из 28 регионов страны. Чемпионы России выступят в чемпионате мира по спорту глухих, который состоится в апреле в Париже. Добавлю, что Алина Поздеева серебряный призер Саудо-Олимпиады 2017 года в турецком Самсуне. Является воспитанницей заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта чемпионки Европы, призера чемпионата мира и Саудо-Олимпийских игр Юрия Молодцовой. На сегодня это все. Далее происшествия. Крупный пожар в Златоусте унес жизнь 82-летнего пенсионера. Там загорелся частный дом. Хозяин жилища не смог выбраться из полыхающего строения. У Эльвиры Хайфизовой подробности не переключайтесь. Если Volkswagen Polo, то в автоцентре Керк. Кредит от 3,9% годовых. Подробности на сайте kerk.ru Volkswagen Медведи против драконов. Будет ли эта встреча с китайской командой удачной для челябинцев? Прямую трансляцию матча «Трактор Кунь-Лунь-Редстар». Смотрите в субботу в 16.45 на ОТВ. Решительность. Смелость. Движение. 29 стран, сотни спортсменов, один победитель. Кубок мира ФИС по фристайлу в дисциплине «Ски-Кросс». Прямую трансляцию из «Солнечной долины». Смотрите 23 февраля в 12.30 на ОТВ. Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Эльвира Хафизова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В Златоусте вспыхнул частный дом. Говорят, умер от непотушенной сигареты. Хозяин жилища скончался. У нас решается сыном судьба и жизнь. Я не знаю, что надо выйти здесь. И я считаю, что уверен в своей правде. С вещами на улицу отца одиночку выселяют из квартиры. Почему? Ремни безопасности есть на машинах? На сиденьях? Смотрите. Ни ремни безопасности, ни тахографа. Автобусы иностранцами задержали в Челябинской области. И в начале выпуска крупный пожар в Златоусте унес жизнь 82-летнего пенсионера. Там загорелся частный дом. Хозяин жилища не смог выбраться из полыхающего строения. Окна открыты. Рядом лежат обгоревшие вещи. Это последствия пожара в частном доме в Златоусте. По словам соседей, огонь начал распространяться поздней ночью. Запах учуяли местные, вызвали пожарных. На место приехали огнеборцы. Во время разведки в одной из комнат нашли пенсионера 82-х лет. Его передали медикам. Соседи говорят, хозяин дома часто употреблял спиртное. Последнее время стал употреблять. Говорят, умер от непотушенной сигареты. И действительно, медики констатировали смерть мужчины. Предварительно он надышался продуктами горения. Было установлено, что пожар произошел на полу возле печи. Там обнаружен прогар. А печка накануне пожара не топилась. Поэтому причиной пожара мы все-таки рассматриваем наиболее вероятно. Это неосторожность при курении. По словам медиков, погибший многократно лечился в психиатрической клинике, но был дееспособным. Сейчас на месте работают дознаватели. Они выясняют точные причины. Неоднозначное объявление под названием «Пацаны для драки» появилось на одном из популярных сайтов объявлений в Челябинске. Продавец предлагает услуги бойцов. Услуги оказывают парни, судя по объявлению, в возрасте от 15 до 18 лет. Продавец пояснил, что если заказать одного человека на час, стоимость 200 рублей. А если несколько, действует скидка. Продавец заверил, бойцы профессиональные могут как запугать, так и избить человека. Свободные часы с 5 до 9 вечера. Не исключено, что этим объявлением сейчас заинтересуются полицейские. А напомню, в начале февраля в Челябинске на известном интернет-сайте решили продать маленькую девочку. Фотография ребенка появилась в разделе «Посуда». Причем автор оценил ребенка в 5 тысяч рублей. На объявление сразу отреагировала полиция. Ведь речь шла о продаже несовершеннолетнего. После тщательной проверки выяснилось, таким образом решил пошутить старший брат. Продолжение следует...